Дело их жизни самое необходимое, самое трудное, самое ответственное и требующее постоянного развития. Перед ними стоят важнейшие задачи и практически каждый из них немного герой иногда даже по несколько раз в день. Разумеется, речь идет о врачах. Специалисты одной из самых необходимых профессий – медики – получают все больше уважения в Казахстане. А о том, как повышают значимость их труда, расскажем в следующем сюжете. Когда мы видим человека в белом халате, то неизменно чувствуем уважение. Представить только, сколько страданий облегчили эти руки, сколько жизней они спасли – это вызывает большое почтение. И было бы совершенно несправедливо, если бы заслуги врачей оставались незамеченными. К счастью, в Казахстане полным ходом идет поэтапное повышение заработной платы медицинских работников. Так, с 1 января текущего года их зарплату увеличили в среднем на 20-30%. А к 2023 году ее и вовсе обещают поднять в два раза. Как отмечают сами стражи здоровья, такое внимание к их труду, конечно же, приятно. Знаете, это очень хорошая поддержка именно со стороны государства, потому что появляется мотивация среди населения, среди молодежи, которая заканчивает школу, мотивация идти на медработника. Потому что, сами знаете, определенный есть дефицит медработника вообще. И он связан, во-первых, с трудом тяжелым, во-первых, а во-вторых, конечно, с финансовой подоплекой. То есть зарплаты были маленькие. Сейчас финансовая подоплека неплохая уже, у нас зарплата растет. И даже мы видим, что по количеству тех резидентов, которые приходят к нам, что люди охотно пошли в медицину. В суматохе современного мира, где люди обеспокоены прежде всего вещами материальными, очень важно не забывать о том, что от болезни не застрахован никто, и здоровье каждого может оказаться в руках врача. Как показывают современные реалии, появляются все новые, ранее неизвестные заболевания, порой вспыхивают эпидемии. И здесь вступают в борьбу люди в белых халатах, смело и решительно сражаясь за жизнь всего человечества. И чем больше неоспоримой пользы они приносят гражданам нашей страны, тем щедрее их будет благодарить государство.